Всем привет! Ну что, наконец-то мы подобрались к заключительному видео из серии, где я показываю раскрашенные работы в раскрасках. И сегодня я вам покажу раскрашенные работы в раскрасках Джоанны Басфорд. Если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! У меня самое большое количество раскрасок от Джоанны. Это 4 книги. Но буду я вам показывать все по порядку, с самого начала. Самая первая у меня появилась книга Джоанны Басфорд «Зачарованный лес». У меня это украинское издание с твердой обложкой. И в принципе с этого у меня началось и в общем увлечение раскрасками. То есть это вот самое-самое начало. Очень долгое время у меня была вот эта одна единственная раскраска. Больше других не было. Поэтому тут такое достаточно большое количество раскрашенных работ. В то время как-то вот мне, я помню, понравилась раскраска «Игра престолов». Потому что я люблю этот сериал. И даже вот учитывая то, что у меня была всего единственная вот эта раскраска «Зачарованный лес». И я думал над тем, нужна мне эта раскраска «Игра престолов» или нет. То есть такое вот было мышление. Потом уже немножко я втянулся в это и начал уже побольше покупать раскрасок. Уже как-то особо потом не думал над этим, нужно или нет. Если что-то нравилось, то старался покупать. Это вот самая-самая-самая первая работа, которую я раскрасил. Здесь я использовал цветные карандаши марка «Рафайн». И для фона голубой пастельный карандаш. Тут вот если присмотреться, он так совсем незаметный здесь. Но мне вот хотелось как-то чем-то закрасить этот фон. Ну вот такая у меня самая первая работа. Хотя она мне сейчас нравится. Никаких у меня к ней нет претензий. Это уже вот одна из последних работ именно в этой раскраске. Хоть раскрашивал ее давненько, года 2-3, наверное, назад. Но вот именно в этой раскраске это, если не последняя, то одна из последних работ. Это я раскрашивал Хэллоуину. Здесь очень много пастели я использовал, поэтому она вот так немножко мажется. Ну вот дорисовывал, да, вот эти тыквочки. Ну кто знает эту раскраску, то знает, что здесь был только один ежик. Так вот, как с левой стороны только один заяц. Лисичка такая. Это вот тоже одна из первых работ. Тут я все дорисовал. Вот эти заросли, кусты, вот эту птичку. Ну, тоже мне так захотелось сделать. Старался я тут прям картину нарисовать. Ну, в принципе, я тогда был очень доволен собой. Понравилась мне эта работа. Здесь вот я еще использую кальку такую, клею на двусторонний скотч. Это у меня часто спрашивают, зачем это. Для того, чтобы не перепечатывалась пастель. Ну, и некоторые карандаши тоже перепечатываются на соседние страницы. Поэтому вот я на двусторонний скотч использую такую кальку. Особенно там, где много пастели. Вот это мне нравится. Работа яркая такая. Здесь еще у меня не было даже белых гелевых ручек. Поэтому это такие вот, видите, точечки. Это звезды. Ну, это вот как вроде бы земля у меня, круг этот. И по краям это космос. Точно не было белой гелевой ручки. Поэтому вот точки делал белым пастельным карандашом. Они такие не очень выразительные были. Ну, тоже это давно было. Это одна из первых работ тоже у меня. Это такие вот узоры. Вот. Изначально здесь были вот эти синие узоры на белом фоне. И смотрелось это, конечно, более эффектно. Но я изначально решил, что буду делать это на красном фоне. И закрасил все красным. Тоже, по-моему, красным пастельным карандашом. В итоге это стало смотреться не так эффектно. Но, учитывая то, что уже такая была задумка, то сделал по задумке. Вот такая бабочка. Тоже помню в свое время. Ой, не бабочка, а стрекоза. Так долго раскрашивал эту стрекозу, что она мне же надоела потом уже под конец. Это вот тоже одна из последних работ. Такая елочка. И решил я сделать ее в таком вот волшебном стеклянном хрустальном шарике. Это вот сам дорисовал это все. Ну, мне, конечно, тут я сильно заморочился с этим шариком. Вот эти все какие-то переходы. Это я откуда-то срисовал. Потом, по итогу, я уже понял, что можно было сделать это как-то все намного проще. Ну, уже сделано, как сделано. Вот это мне тоже очень нравится работа. Радуга с воздушным шаром. Красиво смотрится, ярко. Вот облачка мне нравятся, как получились. Такие легкие, воздушные. Так, тоже деревце волшебное. Вот такое желто-зеленое. Ну, тут как-то сильно много желтого, мне кажется. Ну, в целом, тоже вроде бы неплохо получилось. Ага, волшебный замок. Ну, все у нас волшебное. Раз книга «Зачарованный лес волшебный», то и все работы у нас волшебные. Здесь вот такие облака мне не очень нравятся. Какие-то сильно тяжелые получились. Ну, это тоже все, это раскрашено давно. Поэтому и сейчас тоже иногда раскрашиваешь. И часто бываю с чем-то недоволен. В то время так тем более. Вот такая лягушка на болоте. Ну, тут вот тоже у меня была идея сделать лягушку. Вот это болото. Камыши такими не сильно яркими. А вот этих стрекоз и цветы яркими. Я вообще люблю делать на каком-то темном, незрачном фоне какие-то яркие акценты. Вот. И тут вроде бы мне это удалось. Ой, это вообще не очень получилось. Тут я помню, раскрашивал тоже акварельными карандашами Маркара Файн. С фоном здесь у меня были проблемы. Что-то я красил, красил. Потом и размывал даже тут их, эти карандаши. Ну, в общем, с фоном была беда. Ну, уже вот такие есть воспоминания. Череп. Вот череп тоже мне нравится. Ну, единственное, конечно, что здесь я сильно намудровал синими карандашами. Тут и теплые оттенки, и холодные. Вот у нас такой вот и к фиолетовому какому-то. И поэтому я бы, конечно, здесь сделал еще более ограниченную гамму по цветам. Вот использовал бы в основном вот что-то такое вот, как вот эти голубые, серые. Мне кажется, было бы получше. Фон черный делал тоже пастельным черным карандашом. Кстати, вот смотрите, как он перепечатался на эту сторону. Тоже такого, своего рода рисунок получился. Вот, и это, по-моему, уже последняя работа в этой раскраске. Вот такой ворон. Здесь вот это тоже все дорисовал сам. Я смотрю, что вот в те времена как-то я больше всего дорисовывал. Сейчас как-то больше акцентируюсь на самом рисунке. Почему-то дорисовывать, особо что-то там выдумывать не тянет. Ну, я, в принципе, от этого и не страдаю. Как-то удовлетворяюсь и этим. Да, в этой работе это последний рисунок. Дальше Альви и чернильная бабочка. Как-то совершенно случайно мне попалась раскраска. Это в руки. Не было такого. Знаете, иногда выходит раскраска. Ты смотришь на картинки и прямо тебе уже хочется их немедленно садиться и раскрашивать. У меня с этой раскраской такого не было. Как-то не очень она меня заинтересовала. Но я на каком-то сайте заказывал, уже не помню, какие карандаши. И там было очень хорошее предложение на эту раскраску. Очень хорошая цена. И я так за компанию ее себе купил. И раскрашивал я в ней не очень много. Но остался доволен результатами. Тут вот практически каждый рисунок, он какой-то такой оригинальный. И мне нравятся работы. Пусть их немного, но мне они нравятся. Здесь я раскрашивал практически все акварелью. Еще даже я здесь использовал эффект, не знаю как он называется, солью. То есть когда ты разливаешь акварель и высыпаешь крупную соль, она кристаллизируется, потом соль эту убираешь, когда все высохло. И остаются вот такие красивые разводы. Здесь у меня, конечно, это не особо получилось. Вот это, это то, что у меня вот называется красивые разводы. Вот эти полосочки. Ну, это у меня был первый опыт такой с солью. Поэтому, да и с акварелью тоже я не особо в хороших отношениях. Но в целом я остался доволен результатами. Саму бабочку я тут еще немножко подрихтовал, так скажем, цветными карандашами. Добавил теней. И вот, что у нас вышло. Вот такая замочная скважина. Наверное, это, ну, мне кажется, что это замочная скважина, цветущая. Здесь тоже у меня были проблемы с фоном. Вернее, не тоже. Там не было, по-моему. Ну, тут были проблемы с фоном. И спасла меня белая титановая белила. Тут я вот позамазывал все. И получилось вот так даже еще, наверное, лучше, чем было до этого. Ну, это вот, наверное, единственная картинка, что мне не очень нравится. У меня даже есть мастер-класс по этой картинке. Как делать объем. Тут вот по небольшому участку. И я потом решил докрасить уже полностью эту картинку. В целом, мне вот сама картинка нравится. Тут, где вот цветочки. Вот тоже мне не нравится фон. Вообще, у меня в этой раскраске какие-то проблемы с фонами. Там проблемы с фоном. Здесь были проблемы с фоном. В общем, что-то я тут начал мудрить. Потом вот это по краям здесь добавил вот этих точек. В общем, в итоге получилось как-то не очень. Но я решил уже дальше ничего не предпринимать, чтобы не вышло еще хуже. И оставить вот так. Ну, вот фоном как-то я в итоге не очень остался доволен. Ну, так уже как есть. Так. И вот такая еще у меня картинка. Сердце. Здесь тоже были проблемы с фоном. Изначально он был совершенно другого вида. В инстаграме у меня есть картинка. Может, я где-то тут вставлю первоначального варианта. Здесь тоже был такой красно-розовый фон. И счастливого дня, Валентина. С днем Валентина было написано, по-моему, на трех языках. На русском, на английском и на украинском. Но в итоге тоже мне это не понравилось. И я решил сделать вот так. Как-то мне вот более так лаконично. Акцент вот на само сердце. И в итоге все так вот решил оставить. Ну, видите, вот титановые белые белила. Вот они даже вот аж как потрескали. Здесь такой уже винтаж скоро будет через несколько лет. И дальше на очереди у нас Рождество Джаны. Я называю эту раскраску экспериментальной. Потому что очень много я тут экспериментировал с материалами, с какими-то техниками. Вот эта картинка у меня раскрашена гелевыми ручками серебристыми. Видите, как она красиво отливает. Интересно, да? Это я делал все при том точечками. То есть, это не просто оно рисовалось линией, да? А все вот я делал все такими точками. Зеленая и серебристая. Ну, так вот мне захотелось. Мне было так интересно. И фон сделал пастелью. Это вот последняя работа в этой раскраске. Здесь уже вот, можно сказать, стиль такой самый приближенный к моему теперешнему стилю. Здесь уже вот больше теней, больше цвета, как мне кажется. Больше объема. Изначально этот веночек такой был голенький. Я его сделал немножко более пушистым и немножко более объемным. И на украинский мове у нас тут с Рождеством написав. Вот такая снежинка. Тоже, кстати, гелевые ручки с блестками. Но тут они вот как-то не так их видно. Вот, вот. Ну, как бы под определенным углом нужно. Ну, еще и освещение нужно, наверное, такое более яркое. Чтобы увидеть это все. Тоже такая же техника. Точечками ставил. И здесь вот, кстати, по-моему, самый первый фон, где я использовал фон букет. Или самый первый, или второй. Первый, возможно, дальше я вам покажу. Если кто не помню. То есть, это или первый, или второй. Вот это тоже одна из последних работ. Ну, тут очень много у меня белых точек. Прямо все-все в белых точках, как я люблю. Ну, тоже так красивенько. Мне нравятся, как получились игрушки на елке. Тоже они прям такие, как перламутровые. Да, вот этот. Вот не помню, какой из них был первый. Или здесь, или на вот тот голубой звездочке. Ну, ой, звездочки, снежинки. Это можно посмотреть в инстаграме. Какую я из них работу первую выставлял. Ну, тоже такие вот сахарные цветы у меня с шоколадными листьями. Сердце фиолетовое. Со временем, мне кажется, оно как-то потускнело. Мне кажется, что раньше оно было более насыщенное. Ну, тут вот много пастели. И, наверное, со временем как-то она осыпалась. И последняя, по-моему, работа осталась. Да, ну, такая странная. Ну, вот я же говорю, что здесь много экспериментальных работ. Такой вот розовый фон и белыми точками, гелевой ручкой. Я вот так зарисовал этот рисунок. Ну, такое, конечно, не знаю. Ну, вот так мне хотелось экспериментировать. И такое получилось. И последняя раскраска уже такая, современный мир цветов. Сейчас посмотрим, что тут я вам понараскрашивал вам. И себе, конечно же, в первую очередь. Вот такой у меня цветочный круг получился. Ну, здесь вот уже, да, видно, что раскрашено более-менее, так как раскрашиваю я сейчас больше контраста, больше цвета, больше теней. Ну, вот так, более насыщенно все, более ярко. Мне нравится здесь и сочетание цвета в этом круге, да, цветочном. Такой красивый рисунок получился. Здесь вот еще вот эти маленькие цветочки тоже периодически я раскрашиваю. Мне нравится. По-моему, у меня есть видео быстрого раскрашивания и по этому, и по этому цветочку. Вот такой желтенький тоже. Поэтому, кстати, по-моему, тоже что-то есть, какое-то видео. Или я там на какие-то вопросы отвечаю или что-то. Ну, в общем, по вот этим цветочкам у меня есть процессы. Вот такой у меня вот незаконченный рисунок получился, потому что как-то я очень растянул процесс раскрашивания. Вот это я раскрашивал на 8 марта в каком-то там прошлом году давненько уже. Вот это просто такой вот осенний цветок был у меня, ну, рисунок. И это, по-моему, тоже на 8 марта, только уже вот позже. И как-то вот эти два я раскрашивал уже более позже, поэтому они вот и по стилю, и по цветовой гамме их можно было как-то совмещать. А вот этот намного раньше, и вот он как-то выбивается. Поэтому вот этот четвертый уже мне как-то особо, я не знаю, как раскрашивать. Вот, потому что они все получаются... Ну, если вот эти два еще вот в одном стиле, то вот этот какой-то совершенно другой. И как вот этот четвертый раскрашивать, я вообще ума не приложу. То есть для меня это не смотрится как чем-то одним целым. Поэтому так вот, так осталось. Ой, вот это, по-моему, не, не самая последняя, одна из последних работ в этой раскраске. Такая легкая, и очень быстро раскрасил, по-моему, за два дня. Нежная, незатейливая, особо не заморачивался. Мне нравится, и вот как облака, как небо тут получилось. Такая легкая работа. Приятная. Такая холодная, холодные оттенки. Не очень она мне нравится почему-то. Даже не знаю, что и сказать про нее. Вот так, помолчал, и идем дальше. Ой, вот это сердце мне очень нравится. Вот не знаю почему, мне кажется, это одна из самых любимых работ у меня в этой раскраске. Хоть тут она, но я бы не сказал, что такая насыщенная какая-то по цветам. Но здесь вот как-то все в меру, все гармонично. И вроде было конично с одной стороны. И в то же время есть все, что нужно. Ну, то есть, вот как-то все так тонко выдержано. Мне очень-очень нравится это сердце. Наверное, это вот лично для меня самая лучшая работа в этой раскраске. Вот такая еще композиция. Кстати, есть у меня мастер-класс по фону этой работы. Можете посмотреть. Вот тоже одна из последних работ. Нравится мне. Она такая легкая, вроде бы тоже незатейливая. Здесь, как по мне, интересное сочетание цветов. Такого голубого с каким-то болотно-коричневым и с красным. Фон мне нравится, как здесь получился. Такие легкие. Вот здесь. Да, такие карандашные линии. Доволен этой работой. Это такой маленький цветочек. Тоже у меня есть мастер-класс. Ну, вот у меня что-то в этом... В этой раскраске много из каких-то или мастер-классов, или видео. Вот это самая последняя раскрашенная работа у меня и в этой раскраске, и вообще. Вот так. Когда-то я раскрасил вот такой вариант. И потом от меня решил сделать предложение. Вот в таком... В такой цветовой гамме. И последнее. Вот такие плиточки цветные. Ну, такие себе. Не скажу, что я от них в восторге. Ну, вот. Раскрасил такое. На досуге, да. Чтобы быстро, незатейливо и особо много не тратить времени. Вот такие работы у меня в раскрасках Джоанны Басфорд. В какой-то степени вот даже вы просмотрели мою эволюцию. Если можно так назвать это. Да. От самых первых до самых последних работ. Ну, за исключением всех остальных моих раскрасок. Надеюсь, что вам было интересно. Это посмотреть. Если это так, ставьте, конечно же, лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание и просмотр. Всем пока. До новых встреч.